В эфире новости 24 в студии Зухралеева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Квартирный вопрос решен. 11 дагестанских семей сегодня получили сертификаты на жилье. И снова ДТП с жертвами. На федеральной трассе Кавказ. В результате аварии погибли 4 человека. Противостоять незаконным действиям на Каспии пограничники Азербайджана и России будут вместе. Стороны обсудят план общих агрессивных мероприятий. Самая маленькая пенсия по стране зафиксирована в Дагестане. Такие данные приводит Росстат. Самые высокие на Чукотке, в Нинецком автономном округе и Магаданской области. А у нас в Республике пенсионеры получают чуть меньше 11 тысяч рублей. Средний размер по итогам 6 месяцев в стране составил 14 тысяч рублей. В 2020 году ее планируют увеличить до 15 тысяч. С нового учебного года в Республике отмечен рост цен на товары для школьников. Как сообщили в Дагстате, подорожали книги, учебные пособия, рюкзаки, школьные одежды и обувь для детей школьного возраста. Рост цен варьируется от 1 до 9%. Эксперты объясняют это сезонностью и повышенным спросом. На повышение зарплат бюджетников с 1 октября власти Дагестана выделят 213 миллионов рублей. Как сообщили в Минфине Дагестана, оно коснется казенных, бюджетных и автономных федеральных учреждений. Региональных и муниципальных бюджетников также ожидает повышение зарплаты. Вырастет она у нянечек в детских садах, бухгалтеров, юристов, кадровых работников, работающих в бюджетных учреждениях и других категориях работников. Финансовая поддержка многодетных семей за счет консолидированного бюджета по госпрограмме в Республике продолжается. Сертификаты на приобретение долгожданных квадратных метров сегодня получили 11 дагестанских семей. И таких документов в этом году будет выдано более сотни. Тему продолжит моя коллега Зумруд Гамидова. У каждой семьи, которая была приглашена на торжественную церемонию вручения сертификатов, утро началось со встречи с премьер-министром Республики Артемом Сдуновым. Речь идет о помощи многодетным семьям или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей, в качестве субсидий было принято правительством Республики. Проект предусматривает предоставление ипотечного кредитования сроком до 10 лет, а ежемесячные платежи будут составлять не более 10 тысяч рублей. Это обязательство государства перед социально защищенными слоями, перед теми, кто имеет ограничения. И в данном случае перед нами стояла такая нетривиальная задача, каким же образом наконец сдвинуться этот камень, потому что существует законодательная обязанность предоставляться. С этого года мы реализуем механизм, который позволит при приобретении жилья для инвалидов первой группы, семей, имеющих детей-инвалидов, приобретать квартиры с первым взносом со стороны государства и последующим взносом не более 10 тысяч в месяц на 10 лет. Теперь эти семьи строят планы на расширение жилплощади. С этим сертификатом они решат самый сложный вопрос – квартирный. Так долгожданное свидетельство о праве на получение жилищной субсидии получила семья Гусиновых из Кизельюрта. Марьям с детьми живет в одном доме с родственниками мужа. Этот документ поможет матери четверых детей приобрести свою квартиру. В Кизельюрте я живу, и в этом доме вся наша дружная большая семья – муж, брат, его сестра – все вместе. Я вот эти все долгие годы, наша семья ждала, что мы когда-нибудь мечтали о том, что у нас будет свой уголок, и вот сегодня эта мечта осуществилась. Конечно, чувства переполняют, радость, волнение. Очень приятно, наконец, что нас обратили внимание, и мы рады. О собственном жилье много лет мечтала и каспичанка Элина Магомедова. С 2008 года стоим, мы в очереди, жили с родителями, двое детей у меня. И очень хотела, чтобы обратили внимание, как только дали этот запрос, сразу нас услышали, и процесс пошел. Сегодня мы получили это вообще волнительно так. К программе уже проявили интерес больше дагестанцев, чем ожидалось. На сегодняшний день поступило 300 заявлений. В этом году 250 многодетных семей справят новоселье. Все они переедут уже в свои собственные квартиры. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Еще одно тяжелое ДТП на дорогах республики. В Хасавертовском районе на федеральной трассе «Кавказ» в результате аварии погибли 4 человека, в том числе ребенок. Еще трое пассажиров с различными травмами госпитализированы. Причина – выезд на полосу встречного движения, в результате чего столкнулись сразу три автомобиля. По данному факту возбуждено уголовное дело. Выясняются все детали происшедшего. Противостоять незаконным действиям на Каспии пограничники Азербайджана и России будут вместе. К Махачкалинскому порту накануне причалил военный корабль с экспертами соседней республики. Это официальный визит. В ходе встречи стороны обсудят план общих оперативных мероприятий. В первую очередь это борьба с браконьерством, пресечении фактов нелегальной миграции, контрабанды оружия и других запрещенных товаров. Отработку совместных действий на Каспийском море военные планируют в ходе тактических учений. 3D-принтеры, квадрокоптеры и шлемы виртуальной реальности. Все это появится в 168 сельских школах Дагестана. Республика присоединилась к марафону открытия центров «Точка роста», созданных в рамках федерального проекта «Современная школа». Так, накануне министр образования Дагестана Мупазиля Марова приняла участие в открытии одного из таких в Буйнакском районе. Каждый из центров оснащен современным учебным комплексом на сумму более полутора миллиона рублей. Дети освоят здесь азы робототехники, 3D-моделирования и нейротехнологии. Обучать их будут педагоги, которые были отобраны по результатам специального тестирования и прошли очную образовательную сессию на базе технопарка «Квантуриум». В этом году обучением в центрах будут охвачены более 63 тысяч школьников. И о спорте. 10 золотых медалей привезли и дагестанские грэпплеры из Казахстана. Там 22 и 23 сентября в городе Нур-Султан проходил чемпионат мира. На родине триумфаторов ждал теплый прием. Разделить с ними радость победы, несмотря на позднее время суток, приехали многочисленные родственники, друзья и одноклубники. Наши спортсмены, составляющие костяк сборной России, помогли команде финишировать на первом месте. Десять раз они поднимались на высшую ступень кедесталок. Кроме этого, в активе есть еще три серебра и две бронзы. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok